Здравствуйте! В эфире программа «Первые лица на Дону» в студии Сергея Светоченко. И у нас в гостях участница конкурса «Мисс Россия-2015» Дарья Мартыненко. Дарья, здравствуйте! Здравствуйте! По результатам общероссийского голосования вы вошли в двадцатку самых красивых девушек страны. Вот скажите, каково ощущать себя в этом списке? И есть такое, что, возможно, за вами сейчас бегает армия поклонников? Ну нет, на самом деле, такой армии поклонников, которую я ожидала по приезду, не случилось. Все, кто со мной общался, так и общаются. Единственное, что было очень приятно в течение всего месяца, это то, что мне приходило очень много сообщений со словами поддержка. И мне кажется, столько сообщений мне даже не приходило в день рождения. Все очень сплоченно помогали мне с голосованием. Очень много репостов, кстати, среди всех девочек в социальных сетях у меня больше всех репостов, что, наверное, говорит о том, что наш город самый сплоченный, что все были готовы мне помочь. Это единственное. Очень приятно было. Ну вот как вообще шел путь к «Мисс России-2015»? То есть с чего вы начинали? Вот так вот вкратце, как все начиналось? Я с детства мечтала попасть на этот конкурс с 11 лет. Еще когда по телевизору увидела, как побеждает наша землячка Татьяна Котова, я для себя решила, что во что бы то ни стало я тоже буду участвовать в конкурсе «Мисс Россия». И когда мне исполнилось 19 лет, я пошла на конкурс «Ростовская красавица», победила. И благодаря этому я попала на первый кастинг. И после я уже оказалась на самом конкурсе. И вот мечта сбылась. Я поучаствовала, побывала там. Теперь знаю все о «Мисс России», наверное. Ну вот вы уже упомянули одну из известнейших красавиц Татьяну Котову. И я вспоминаю, что она была как раз на конкурсе «Мисс Россия» в жюри, правильно? Да. И я знаю, что Виктория Лопырева, тоже донская красавица, она ввела этот конкурс. Вот нет ли такого, что из других регионов девушки уже боятся, когда ростовчанки попадают на конкурсы, и не ставят ли они вам палки в колеса, говоря, «Все, Ростов, успокойся, хватит, дай нам что-нибудь выиграть». Нет, ну такого не было. Но то, что и в жюри, и на сцене, и также еще одна наша ростовчанка Анастасия Костенко тоже на промежуточном конкурсе талантов была в жюри, это, конечно, как-то помогало, потому что повсюду Ростов, и это очень приятно, и уступать свободней. Везде свои иллюзии, потому что, как говорится. Ну вот эти известные красавицы, Лопырева, Котова, они как-то вам лично помогали, вот как, не знаю, подругам из города? Ну, Татьяна Котова, она даже сделала репост моей фотографии, чтобы за меня голосовали. Когда я встретила ее на прижюри, она мне тоже сказала, не волнуйся. А еще очень интересное событие, то, что когда у меня был день рождения, моя подружка, зная, как я хочу попасть на конкурс «Мисс Россия», привезла мне из Москвы не только подарок, но еще видеозапись, где Татьяна Котова мне говорит пожелание, чтобы я ехала, участвовала в кастинге, и была уверена в себе. Она случайно встретила Татьяну в торговом центре, попросила ее записать мне видеообращение с пожеланиями. И вот это видео служило для меня как своеобразный талисман, который перед всякими важными моментами я пересматривала и заряжалась какой-то уверенностью и позитивом. Ну, вы как-то дружите сейчас между собой? Может быть, в соцсетях переписываете? С девочками или... Именно вот с нашими известными ростовчанками? Нет, но я подписана, слежу за новостями наших известных ростовчанок. Ну, после конкурса нет, конечно. Ну, вот как раз, что касается девушек-участниц, ваших конкуренток. Конкурсы красоты – это всегда прекрасные события. Это там софиты, это девушки в купальниках, в платьях. Ну, все очень красиво и здорово. Но, с другой стороны, многие говорят о том, что закулисье конкурсов красоты – это что-то страшное, что это какие-то баталии, противостояния. То есть это соперничество действительно есть? Бывает ли такое, что кто-то нечестно играет, возможно? Ну, такого, конечно, не было. Все старались максимально хорошо друг с другом общаться. И, наверное, вот эти вот стекла, туфли, порванные платья – это все не про наш конкурс. Этого действительно не было. Это даже звучит дико. Ну, конечно, чувствовалось напряжение, особенно в последние дни, когда все разговоры среди девочек были о том, кто же она. Все очень уже нервничали, готовились к сцене. Ну, в общем, обстановка была достаточно дружелюбная. И все девочки между собой общались, потому что все понимали, что никому не поможет какие-то разногласия, конфликты или нечестная игра. Она, наоборот, не даст никаких бонусов. Но в этом конкурсе такого не было. А вот на вашей памяти случались такие инциденты, может быть, неприятные? Нет, вот даже я участвовала в конкурсе «Ростовская красавица», и там такого не было. Наоборот, даже я до сих пор общаюсь с девочками с этого конкурса. Это мои подружки, с которыми мы часто встречаемся, что-то обсуждаем, гуляем. И, знаете, мне кажется, что, наверное, на всех конкурсах, на которых я была, была какая-то здоровая конкуренция, что очень хорошо. Мне кажется, эти ссоры, конфликты, наоборот, они только делают подготовку тяжелее. Я знаю, что вы учитесь в медицинском университете в Ростовском государственном. И получается, что вы будущий врач по профессии. Какая у вас направленность? Стоматолог. Стоматолог. То есть это образование, которое, ну, правда, требует очень большого подхода, небольшого подхода, много времени. Скажите, вот в итоге вы кем хотите стать? Врачом или все-таки творческая профессия какая-то вас ждет? Нет, конечно, я хочу быть врачом, потому что в моей семье все врачи. И я, наверное, с детства для себя решила, что я буду продолжать традиции своей семьи. Но в то же время я считаю, что должно быть какое-то хобби, что-то для души. И вот конкурсы красоты, какая-то модельная работа, это все для души, это интересно, это опыт общения с людьми. Но, конечно же, основным я для себя считаю учебу в мединституте и в будущем, конечно, работу врачом. Ну вот все равно наверняка приходится пропускать лекции какие-то из-за поезда. Делают ли преподаватели какие-то поблажки? Ну я в первый раз уехала так надолго, и все за меня болели в институте. Конечно, не выучить не позволят в медицинском, но тем не менее все мне помогают, объясняют то, что я не поняла и пропустила. В конкурсах красоты всегда много заданий. И есть творческие задания, есть оценка внешности конкурсанток. Что для тебя самое сложное, а что самое легкое в этих состязаниях красоты? Ну самое легкое – это творческие задания, потому что я занималась много лет художественной гимнастикой, и, конечно, танец или какой-то творческий номер для меня – это не проблема. Самое сложное было, на мой взгляд, это представить национальный костюм, рассказать о своем городе, потому что было трудно не сколько рассказать, сколько побороться с волнением, потому что мы выступали друг перед другом, то есть 49 девочек смотрят на тебя, и в этот момент ты должна не запнуться, рассказать и еще поделиться своим позитивом. Это было нелегко, но я думаю, что я справилась с волнением, и у меня все получилось на этом конкурсном этапе. Многие красавицы, именно ростовские, которые участвуют во всех этих конкурсах, они потом уезжают в Москву, или, например, вообще куда-нибудь за границу. Скажи, ты хочешь остаться в Ростове, или тоже благодаря этому конкурсу как-то, возможно, стать известной и уехать, например, тоже в столицу нашей Родины? Я хочу жить в Ростове. Ну, конечно, это интересно иногда приезжать, гостить в столицу, но, тем не менее, я хотела бы жить тут, закончить свой институт, и работать также в Ростове, потому что я очень люблю свой город, и мне кажется, так хорошо, как здесь, мне не будет нигде. А что касается заграницы, я вообще не вижу себя в другой стране и говорящую на другом языке. То есть мне кажется, что русскому человеку по-настоящему комфортно и хорошо может быть только в России. Ну, вот ты говорила, что твои родители занимаются, они тоже врачи. То есть ты будущий врач, а они уже действующие, у тебя такая докторская семья, можно сказать. Они одобряют твои занятия конкурсами красоты или вот не нравятся? Конечно, мои родители одобряют, разделяют и поддерживают меня в этом. Когда я на конкурсе была, моя мама, папа, сестра очень за меня переживали, постоянно мне звонили, также агитировали всех голосовать, помогали мне советами, потому что если у меня были какие-то спорные вопросы, я в первую очередь обращалась к ним, и они мне все время советовали. Мне казалось, что они разделяют мое участие в конкурсе на все 100% и поддерживают меня. Друзья твои, они тоже поддерживают? Или, возможно, у тебя была подруга, но вот ты стала участвовать в конкурсах красоты, стала завидовать, и все, и вы расстались? Нет, мне кажется, что благодаря конкурсам у меня наоборот только прибавилось подружек, потому что на каждом конкурсе ты с кем-то общаешься, и не всегда после подготовки к конкурсу это общение заканчивается. А мои подружки и друзья, с которыми я дружила до участия, они также со мной общаются, и мне кажется, они меня поддерживают очень сильно, и еще больше у меня друзей появляется. А внимание молодых людей тоже увеличивается? Ну да, особенно в социальных сетях, потому что после пребывания на конкурсе мы даже с девочками все заметили, что у всех в два раза увеличилось количество подписчиков в Инстаграме, потому что все интересуются, в случае, что конкурс «Мисс Россия» это такой достаточно широко известный и масштабный конкурс, и очень много людей, которые следили за нашими лентами, потому что в течение конкурса мы вели дневник. Каждый день мы выставляли по два поста в Инстаграм о том, что мы делаем на конкурсе, и много кто подписывался и следил за нашими новостями. Ну вот ты очень красивая девушка, это бесспорно, это признала вся страна. Есть ли какой-то, может, у тебя собственный хит-парад, скажем так, подкатов? Ну то есть к тебе молодые люди по-определенному решили познакомиться, вот как-то необычно за последнее, может быть, время? Ну не знаю, необычно это или нет, но вот некоторые молодые люди считают, что очень необычно это спросить дорогу куда-то, что это очень креативно, так скажем. На улице просто, да, подходит? На улице, да, да. Также, ну в социальных сетях, мне кажется, все одинаково знакомятся, пишут большие сообщения, но я не всегда их, правда, дочитываю, потому что мне иногда кажется, что они очень неискренние, и это не стоит читать. Нет, я не помню каких-то необычных подкатов. Ну вот нас смотрят, на самом деле, очень много людей, и вот, например, может быть, ты маленькие советы дашь молодым людям, которые сейчас смотрят программу, как завоевать сердце вот ростовской красавицы. Молодые люди, будьте более настойчивы, и будьте искренними. И все, да, настойчивость и искренность. Нет, ну и главное, чтобы ростовская красавица, очень нравился этот молодой человек, и тогда все будет хорошо. Ну, а важно вот материальное положение сейчас вот для девушек, скажем так, парней, или вот если даже он бедняк, все равно у него есть шанс? Мне кажется, это вот это суждение, оно очень неправильное, и мне кажется, даже оно ошибочное, потому что мало для каких девушек, на мой взгляд, это действительно важно, потому что если молодой человек нравится, то девушке будет абсолютно все равно на его материальные блага и так далее, потому что главное это чувство, наверное, и чтобы молодой человек, он был харизматичный, интересный, и просто девушка с ним не скучала, и никакие деньги этого не заменят. Ну, значит, веселые и находчивые могут идти в бой. Вот вернемся к конкурсам. Ты поучаствовала в Мисс Россия 2015, уже есть какая-то небольшая известность, ну, может быть, даже и большая, вот в нашем городе, по крайней мере, уже о тебе говорят. Скажи, ты где-то дальше будешь участвовать в этих конкурсах? Ну, пока не знаю, но я думаю, у меня как бы сто пятниц на неделе, и, возможно, завтра мне придет новая идея где-то поучаствовать, как-то себя проявить, но на данный момент нет, я пока собираюсь подтянуть все хвосты в институте, закрыть сессию, потом я, конечно, подумаю, возможно, я останусь сидеть на месте, и мне захочется каких-то новых приключений. Ну что же, я пожелаю тебе удачи, все получится, удачи и побеждали. А я напоминаю, что у нас в гостях была участница конкурса Мисс Россия 2015 Дарья Мартыненко. Одежда ведущему предоставлена магазином Пьер Карден. Субтитры подогнал Игорь Негода. Пьер Карден. Спасибо за просмотр, Это все, чтобы изменился все погибло, пообщase. Сном. Выбирішем физкультры. вот этот функциональный способ... дамы снятия, какuğ в Swсх toolbox compliments для офисов, и 눌러lierimpости Будьтеigos то вы Jonas 분�ков. Супồng. Продолжение следует...